здравствуйте мои маленькие мальчики и девочки сегодня мы с вами поговорим о пожарной безопасности и причина для этого очень простая некоторое время назад я выпустил очень полезный шорт о том как тушатся пожары в закрытых помещениях и все бы ничего если бы ни одно маленькое но с момента выпуска данного шерца каждое грёбанное мое утро начинается с того что я открываю список комментариев и вижу там очередной уже 400 и комментарии в стиле вот чувак у тебя кнопка открыть дверь не нажимается что ли или да тут же можно крышу снять зачем ломать стены или лучше сломать дверь это же быстрее или какие-то совсем уже упоритые вещи в стиле чтобы не гореть не гори и у меня горит потому что потому что горит жопа горит уже просто честно для начала нужно разобраться с заблуждением касательно открытой двери в правом помещении я дверь открою в левом помещении я ее не буду открывать и мы посмотрим на температуры бах бах одновременно сейчас слева у нас 50 градусов справа 45 слева у нас сейчас 100 градусов справа 87 слева 200 справа 170 слева 300 справа 255 это помогает но это не решает ситуацию возможно все дело в том что люди которые сталкиваются с пожарами видит пожар и несколько другого масштаба типа удара молнии и там и правда пожар довольно несущественные и открытия двери по большей части будет достаточно чтобы все потушить слева 32 градуса справа 33 то есть но тоже разницы в общем-то никакой ну ладно вот 40 против 36 такой пожар можно и в одиночку быстренько затушить действительно открывая дверь не открывай в общем-то окей годится но есть небольшая разница в том как у вас и у меня выглядит пожар и и вот как бы площадь возгорания несопоставимо немножко между собой между тем что у вас и тем что у меня мы с вами как бы находимся немножко на разных уровнях бытия когда вот у вас там маленькое возгорание короткого замыкания пиромана происходит их у меня приходит речь и сжигает всю карту керам собачьим но все же вернемся к основной теме эффективнее ли это будет работать безопаснее ли нам воспользоваться открытой дверью нежели разбором стены вряд ли вся колония там в пять в десять человек у вас будет рядом с пожаром вряд ли все будут на ногах вряд ли все способны в пожаротушение но допустим три человека были неподалеку от места возгорания для справедливости они все идентичные слева и справа тройка это клоуны но пачка слева будет тушить через разбор а пачка справа через открытую дверь посмотрим насколько у кого из них это лучше получится будут ли какие-то последствия и у нас внезапно начинается вечеринка при том что слева в общем то мы справились чуть позже что слева что справа у нас ничего не сгорело вечеринку отменили но в правом помещении на все еще 100 с лишним градусов благо ожогов никто не получил но дошло бы до 200 были бы еще и ожоги у правой команды есть небольшой типовой удар который в целом не то чтобы критичен но при иных площадях возгорания он вызвал реальные проблемы вывод если вы все рядом если площадь небольшая можно открыть дверь и попытаться сделать это по-быстрому если вы во всем этом уверены если у вас там нет деревянного пола вес у вас там нет деревянных стен вопрос решаемый если площадь больше чем вот эта кибитка если деревянных и горючих покрытий в нем тоже значительно больше безопаснее будет разобрать стенку все потушить и потом поставить стенку на место разбираем концепцию со снятием крыши сперва теория для того чтобы у вас выровнялась температура внутри помещения с улицей вам нужно снять 20-25 процентов от общей площади кровли делаем поджигание ждем когда накопится какая-нибудь там температура порядка соточки вот у нас есть 92 стол немножко за рандом его площадь помещения у нас порядка 90 клеток снять на ноги то 1824 элемента кровли снимем вот такой вот кусок и слева у нас температура внутри все еще со . то есть эффекта не случилось с ним еще чуть больше и вот сейчас когда он снят вот этот вот квадрат в 20 клеток у нас температура стала выравниваться и еще немножко занимательной механики для того чтобы снять 20 элементов кровли нам понадобится время время в котором вы будете находиться в уже горячем помещении в котором поднимается температура мы здесь повторим эксперимент только справа у нас ребята будут разбирать стенку а слева будут разбирать кровлю вот такой вот кусок пробуем воспроизвести я не поперлись чинить бывает надо еще видимо немножко снять вот они вырвали температуру и они только закончили снимать крышу втроем в то время как здесь уже разобрали стенку и приступили к тушению пожара естественно они справились позже у них успел сгореть стол сами они конечно целы но опять же было бы площадь возгорания больше они бы успели бы на получать ожогов было бы площадь помещения больше там бы то что вообще просто гиблое дело пытаться столько разобрать кровли неэффективно неразумно ну и последние две гипербрейдовых вещи которые тоже строятся из-за непонимания фундаментальных механик говорят быстрее же разобрать дверь зачем разбираешь стену заходим в свойства смотрим объем работ 74 читаем объем работ необходимы для постройки этого сооружения после того как все материалы инструменты собраны эта величина также влияет на объем работ для разборки сооружения смотрим стену 14 74 14 74 14 сейчас обязательно где-то появится человек который такой фигурки какие цифры ты ты разбери покажи чувствуете ранницу в скорости да и это как бы не самый подстойный строитель у него шестерка строительства ну очевидно же что он стену разберет быстрее чем дверь ну и финальная дичь типа быстрее сломать дверь чем разобрать стену окей окей тут это ребята разбирает стену а тут они втроем бьют дверь посмотрим кто справится этой задачей быстрее ну это они это делали втроем и кто-то мне может сказать а если дверь будет деревянная быстрее же будет сломать опять же деревянная дверь она имеет меньшую прочность и меньший объем работ на строительство и демонтаж смотрим еще раз оба он быстрее разобрал дверь чем они втроем ее ломают математика и вот теперь когда я потушил пожар своей собственной заднице минутка для маленького объявления в первую очередь для вашего же удобства по многочисленным просьбам был сделан телеграм-канал дискорд сервер аккаунт на трого и на твиче у кого-то бывают технические сложности не могут смотреть трансляции на youtube кому-то интересно удобство по анонсам в телеге в дискорде все это теперь есть пак ссылок в закрепе пак ссылок в описании для тех кому не безразлична судьба канала для всех тех кто говорил если будут финансовые сложности говори август оказался для меня сложным месяцем кладем ребенка на операцию средства были собраны заранее но есть еще всякие вопросы там по анализам по лекарствам и по логистике бустером и донатером персональное спасибо держимся только за ваш счет после операции мы будем значительно меньше болеть всей семьей ребенка можно будет спокойно отдавать в садик не переживая что у нас еще день свяжет с температурой и все будет замечательно но это будет только после 13 сентября ближайший месяц будет нелегко но я думаю мы справимся теперь немножко дополнительной теории которая кое-что вам должна разъяснить в целом о пожарах само по себе возгорание она ну вот есть она не опасно горит себе и горит ничего страшного обычно от него не происходит но она имеет свойство распространяться распространение есть двух типов первый тип просто поджигает соседнюю клетку беспричинно то есть вот есть огонь и есть шанс что соседняя клетка она загорится а второй тип это угли которые вылетают из огня и могут пролететь на некоторое расстояние по факту две клеточки вот на это расстояние может улететь огонечек и воспламенить какую-то соседнюю клетку даже не прилегающую к источнику огня забавно что хоть дощатый пол хорошо горит но он не очень склонен и распространять пожары а вот и уголек кстати пролетел ровно две клеточки и вот теперь у нас есть еще один источник огня а вот еще один тоже ровно две клеточки все в рамках вот этой очерченной области а вот она воспламенение на соседней клетке и еще одно исходя из этой особенности существует подход который помогает вам защититься от возгорания при этом не стройки то там каменные стены хотя я это тоже люблю делать на самом деле когда есть ресурсы долго и конечно занять ничего не скажешь но из быстрого вы можете сделать защитную полосу буквально из двух клеток того же самого бетона естественно проще когда это прямые области они кривые какие-то формы но перелететь за две клетки чисто по механике уголек не должен но может или не может если есть немножко паранойи можно делать это из трех клеток вот такую штуку уже никакой огонь не перелетит это защитная полоса она эффективна чуде тут белый психотерический ковер какая штука есть в римке можешь ты мой для тех кого жаба давит даже на единичку стали а времени при этом много есть система которая позволяет сделать то же самое с помощью могил они тоже ровно две клеточки и из могил можно сделать защитную полосу они не горят то что в них лежит не горит любите копать можете пользоваться этим способом естественно когда пожар происходит в лесу и у вас уже есть проблема с отсутствием защитной полосы вы можете делать довольно полезную вещь вы можете делать защитную полосу вырубая растения вырубая древесинку или какие-нибудь кустики могут оставаться ресурсы тех же самых трав от те же самых ягод сама древесина их когда вот идет пожар который нужно остановить это распространение убрать проблематично поэтому в первую очередь убирается трава всякая лоза кустарники одуванчики цветочки вот этого все нужно срезать в первую очередь это может остановить пожар просто не дать ему распространиться потом можно подрубить деревья унести куда-нибудь неподалеку оттуда все это дело с расчетом на те же самые две клеточки отлетающих угольков старый аутскульный метод стрим world 10 где часа типа нему стрима виду приходите и будет смотреть как это весело было на самом деле не весело но вам будет весело точно другой момент заключается в том что игра у нас довольно умная и она реагирует на обстоятельства которые происходят вокруг при больших площадях пожара игра склонна вызывать дождик как наш махнем здесь же махнем тут же махнем так 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 вот этого то что должно хватить за глаза для того чтобы в ближайшее время кайса запустила мне дождик из нюансов дождик не запускается во время каких-нибудь там токсичных осадков хотя они сами по себе тоже способны тушить он не запускается время серой пелены которые вы активируете путем запуска монолита еще крикерос вам об этом говорил хотите завутать себе механитора сперва механитора лутаете потом запускаете монолит иначе будет больно но вообще так то уже пора запускать дождик кася кася где дождь вот и весь нюанс на эту штуку можно надеяться но рассчитывать что именно дождик тебя спасет нет тут еще мы увидели случился встречный пауз двух сторон но проблема в том что после встречного пала вам нужно в ту сторону откуда вы стартовали огонь тоже произвести пожарные мероприятия это как раз та самая история с вырубанием травы и цветочков и так далее если вы немножко понимаете реальном пожаротушении этот опыт вам здесь тоже пригодится и вот спустя сутки пожара как-то уже сгорела наверное четверть ну пятая часть карты наконец-то кассиса изволила засполнить дождь как именно это работает доподлинно неизвестно просто существует такая особенность много пожаров много источников открытого огня не под крышей рассказчик спаунит дождик поэтому прям тушить вообще все 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 ту гореть на карте нет никакого смысла вы себя защитили от того что у вас все может сгореть все остальное отдайте природе кассе она справится на болотах кстати таким способом расчищается территория подстроительства потому что как там быстро растет древесина это просто абзац и еще один довольно минорный момент с огнем нужно понимать что он есть разного типа есть огонь маленький есть его небольшой естественно большой огонь потушить сложнее но распространяются они все примерно одинаково неважно большую маленькие угольки не пускает все поэтому даже когда колонисты подходят тушить огонь они всегда начинают с маленького и только потом приступай к тому что побольше чтобы уменьшить шанс распространения возгорания вам тоже нужно действовать по этому принципу если вы хотите это на микроконтроля делать подводить ваших колонистов в первую очередь к тем местам где маленький огонек или вот уголек полетел вот это нужно сейчас быстро затушить это будет легко затушить это он по одному тык удаст в каждый из этих источников огня и все это потушить раз-два-три все пошло все нормально это тушить легче чем полноценный огонь с этого и надо начинать его в том что когда площади большие это сложно контролировать но те же самые гульки механоиды между прочим которые ваши подконтрольные они тоже могут тушить пожары но правда будете бывают пироманы то есть они срываться не срываются но огонь тушить не хотят и здесь при малом количестве колонистов и при возможности микроконтроль лучше все же выбирать то что вы будете тушить плюс важный нюанс в том что огонь который уже большой он скорее сожжет то что уже горит и к моменту когда но проверить полностью он сразу потухнет а вот маленький огонек он только-только начал кушать и бороться с огнем именно через маленькие огоньки лучше чем пытаться тушить большие воспламенения так огонь может быть сдержать так его можно будет остановить в продвижении и рано или поздно у него просто кончится топливо для горения в одиночку конечно таким пожаром бороться гиблое занятие но как видите удерживать его у меня получается другая важная особенность заключается в механике температуры вы ей тоже какое-то пока не очень адекватное значение придаете но она блин очень важно с момента повышения температуры до двусот тридцати пяти градусов появляется шанс возгорания любых способных к воспламенению объектов помещения то здесь огонь не может перекинуться на стенки он может перекидываться на дощатый пол он может перекинуться на крыльцу но до стенок он никогда идти не может но вот температура поднялась до двухсот градусов крысу на чего пробивать по ожогам естественно вон крыса уже отъехал на тепловый удар и сейчас начнут воспламеняться стенки по крайней мере должны температурки немножко не хватает давайте дров подкинем вот таким вот образом дощатый пол как я говорил на удивление не склонен к тому чтобы быстро гореть вот мы получили 300 градусов и где-то сейчас у нас должны начать с воспламеняться стенки но это не считается это крыса мне тут нагадила тем что загорелась сама хотел смотрите 1000 градусов и что-то как-то нет давайте экспериментально поставим ограду в углах то есть до нее никак не должен долетать огонь и дав загорелась видите воспоминялась стена не считается потому что она как бы и снаружи и внутри а если это объект то он находясь в этом помещении от температуры может самовоспламениться вот как это работает плетненько осталось напомнить про еще одну хитрость она заключается в том что огонь можно тушить с помощью взрывов любого типа а проблема в том что внутри помещения вы вряд ли этим будете пользоваться а вот снаружи тушится вполне себе ок и я намеренно совсем не поднимаю вопрос пожарной пены потому что ее эффективность она заоблачная она мало того что тушит она сейчас дает область которая не будет гореть некоторое время она покрывает пешек собою это же делает их не способными воспламеняться это все понятно пену вам частенько могут принесить в ранцах рейдеры если вы сами видите вы можете налутать хлопушек поставив их в самые огнеопасные места вашей базы вы очень сильно сбережете себе нервы остался еще один буквально важный момент который касается воспламеняемости покрытий на мы говорим про дерево у него воспламеняемый сто процентов это лунная скажем так то есть она горит изо всех сил если мы говорим про сталь многие удивляются что она вообще в этой игре горит но она горит не так эффективно она сложнее воспламеняется и она дольше горит сама по себе это может даже сыграть некоторые злую шутку потому что пожары в стальных зданиях и сооружениях они будут происходить дольше но и начинаться они будут значительно медленнее и вот мы можем сравнить на примере как раз вот этих вот трех прекрасных материалов мы по ними рядом стукнем молнии понятно что у них вообще разная прочность а сталь вообще не захотела воспламеняться к примеру пожалуйста придется повторить вот они по-разному будут начинать гореть условия идентичны естественно мы видим что дерево разгорелось быстрее всех о чем это говорит если вы все-таки хотите строить из быстро возводимых конструкций из того что не так затратно построить за потому что вас там может быть ресурсов еще какие-то не хватает строитель слабенький сталь в этом вопросе будет намного лучше дерево она прям хорошо держит огонь ее можно успеть потушить до того как случится катастрофа биферит тут просто до сравнения потому что на 75 процентов но еще нужно понимать что воспламеняемость как параметр есть еще и у пешек и у меня был уже отдельный шерст на эту тему который рассказывал как понедить воспламеняемость пешки в нулю 70 процентов это базовый параметр и поднять его с помощью одежды на самом деле нельзя у меня там до надет плащ из гипер у которого очень хорошая защита от огня от урона огнем то есть и пешка загорится она не будет получать урон но горит она будет этому такой любопытный нюанс если я внезапно страну импидом моя воспламеняемость сократится аж до 7 процентов из нюансов для того чтобы прям ходить в огонь прям бегать по огню желательно чтобы пешка была пироманом потому что иначе она воспринимает это как препятствие она пытается их обойти зачем-то а вот спиром они можно будет пробежаться сквозь огонь ну как тоже все равно пытается обходить но главное чтобы не останавливалась тушить и мы можем прям вот так вот в наглую ходить по огню ну вот я на секундочку даже все равно загорелся еще раз загорелся это с 7 процентной возгораемостью если что но можно схитрить еще жестче я это тоже в шарте показывал есть такая вещь как броня феникса вот в комбинации с импидом это полный игнор всех источников огня воспламеняемость становится две десятых процента и так можно на самом деле поиграть в очень веселого пиромана можно прям самого себя поджигать и вот в этом горящим пламени которая наносит урон врагам которая является проблемой для них дождь конечно 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 вот тут вот я чуть-чуть капнул и сразу начался дождец спасибо есть такое имбовое сочетание как огонь плюс кукуруза кукуруза имеет 150 хп в своем основании и она ну долго горит прям долго сделав вот такой вот костерочек вы можете позвать к себе в гости ну допустим пальцы шипиков они же такие смелые шустрые ну вы знаете их так только не кидай гранатами потушить все к чертям собачьим и вот они будут к вам подходить а после этого будут загораться и если кто-то не будет бегать а будет стоять себе спокойненько в центре до него будут очень редко доходить и очень редко наносить хоть какой-либо урон на этой основе может сделать некоторые системы килл боксов интересно а металлическая жуть до меня вообще сможет дойти уже доходит и уходит точно так же быстро ну дочь и ребята пришли тушить пожар но главное как устроена технология она может дать вам очень интересные результаты при условии что вы все-таки будет держать импидов или броню феникса учитывая что импид сам по себе может воспоминять и броня феникса тоже может сама себя поджигать у этого есть очень любопытное применение ну и совсем напоследок стоит сказать что ожоги это вещь и неприятная в отличие от многих других повреждений они имеют повышенный шанс на заражение то есть базовые кровотечения от огнестрела от порезов это 10 процентов входящего в формулу шанса на заражение случае с укусами и с огнем этот 20 процентов начальной формулы работы заражения если кратко там потом влияет сколько времени прошло между моментом когда ты получил ранение когда она была обработана качеством обработки и местом обработки то есть если ты снаружи обработал у тебя будет штраф если ты работал в чистенько на серийном помещении у тебя будет бонус сама чистое помещение помню 33 процента в итоге на 3 режет конечный результат то есть тот же самый входящий 20 превратится в 7 если это сделано быстро это сделано еще и качественно там шанс на заражение вообще единицы процента но он все таки есть поэтому будьте аккуратны с огнем уважаете его и да приводит с вами сила у меня на этом все всем пока